Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие братья и сёстры в нынешний, воскресный день, неделя седьмая по Святой Пасхе, является как бы промежуточным воскресным днём между праздником Отнесения Господня и праздником Святой Троицы. Эти дни, вернее, десять дней, когда все ученики Христовы были собраны в Иерусалиме, возносили всеобщие молитвы и ждали, когда Господь им пошлёт обетование Святаго Духа, которое совершилось, как вы знаете, на Святую Пятидесятницу, Святую Троицу. И вот, пребывая в этом молитве, наверное, не все понимали, какую силу и власть даст им Господь после совершения этого Святаго Духа, ибо эти двенадцать человек и близкие к ним основали Церковь Христову, которая существует до сегодняшнего дня, и врата адовы не могут его одолеть. И сегодняшнее евангельское чтение, особенно евангельское чтение апостола-евангелиста Анна Богослова, которое мы с вами неоднократно слышим в нашем храме и во всех других храмах, читается оно в Великий Четверг, первое зачало Страстного Евангелия, и называется так называемой первосвященнической молитвой Спасителя Иисуса Христа, в котором в этой молитве Он молится о всех, кого Он Господь Ему дал, и молится о всех людях и о всем мире в общем. И начинается она так «Пришел мой час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, как Ты дал Ему власть над всякой плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную». И далее просит прежде всего о том, чтобы Господь сохранил Его учеников и преподает им свои учения, учения, которые должны были они сохранить и преподать другим, и чтобы они не впадали ни в какие ереси, расколы и тому подобное. «Не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои». В этом, сыновню, прощение, по обращению Господа к Богу Отцу. Спаситель подразумевает то, чтобы эти люди, которые остались после Него, были едины вместе, были едины Духом и проповедовали единое учение Церкви, учение, которое говорит о том, что «Сия Езжусь Вечной во Христе, да знает Тебе, единого истинного Бога, и послан Тобою в Иисуса Христа». Но также они должны сохранять и Своё Единство, Святые Отчи, «Соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, чтобы они были едины, как и мы». По повелению Бога Отца, совершенный на землю, Иисус Христос, Бог Слова, не только принял на Себя нашу человеческую плоть, и через Своё воскресенье страдания, крестные страдания, и вознесения на небо, но как Он вложил в нас, в наши сердца, и в учение Нового Завета, которое мы сегодняшнего дня проповедуем, и которого мы придерживаем. И вот хранителем всего этого священного Писания является никто иной, как Бог Святый, ибо все это Писание является Богом духовенными, и всё это предание хранят Его верные ученики Христовы, последователи этой иерархии нашей Церкви, епископы, священники, декана и весь клир той или иной Церкви. И это предание неизменно остаётся от века до века, до сегодняшнего дня, благодаря тому, что Дух Святой укрепляет и поддерживает тех людей, которые это исповедуют в этой вере. Были различные ереси и расколы в разные времена, были нападения на Новый Завет, на учение Христа. Одном из первых такой ереси была ереси Ария, и как раз сегодня мы с вами вспоминаем отцов Первого Вселенского Собора, 325 год, Никейский Собор, который был создан Рунапостольным Константином и его матерью Еленой, и они присутствовали на этом соборе, где были учреждены первые семь членов символа веры, которые мы сейчас поём, наши молитвы веруют. И надо понимать, что шла большая, не только физическая борьба до этого тоже доходила, но и духовная борьба с тем, чтобы людям открылось то, как понять ту великую тайну, которую Господь открывает в Таинстве Пресвятой Троицы. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой Троицы, единосущная и нерожденная. И вот как раз Ария не мог понять, как Иисус Христос совмещает в себе два естества, естество Божие, естество человеческое, и одно не поглощает в другое, неравность, не слитно, нераздельно и так далее. Не мог этого понять, и опровергал это учение церкви, и в борьбе в этом участвовали великие святители, святитель Николай Угодник, святитель Спиридон Тренифунский, вот иконы, которые на этом столбе у нас с вами находятся, они тоже были участниками этого собора. Благодаря содействию Духа Святаго прежде всего удалось формировать вот с его верой, которую мы принимаем как поэтическое какое-то произведение, как молитва прежде всего, но она является, обладает громадным духовным и догматическим смыслом, за которое здесь действует учение до сегодняшнего дня. Думайте, 4 век, и сейчас век 21, и ни одно слово из этого символа веры не исчезло. Мы все упоем, все знаем, но мало может быть задуманность о том, какой духовной борьбой, какой силой обладали люди, сумевшие приоткрыть нам завесу в Таинство Пресвятой Троице, которое простой человек в нашей жизни, да и в той тоже самое, своим скудным умом, конечно же, постепить не может. Мы, к сожалению, плохо осознаем то, что наш ум ограничен, ум, зрение, слух и так далее, все наши те или иные данные, которые у нас есть, слух, обоняние, они очень ограничены. Есть животные, есть другие люди, которые обладают большими данными. Но, к сожалению, нам кажется, что все можем объять, все понять, всех рассудить, всех расставить на свои места. К сожалению, это далеко не так. Только если мы будем молиться и просить Господа, чтобы Он просветил наше сердце, и телеса, и уста, и прежде всего сердце, тогда, может быть, Господь нам дарует эту разум и премудрость, познание Слово Истины, познание того завета, который дал нам Господь Иисус Христос. Это сложная и трудная борьба, с ней ее надо проводить ежедневно, молиться и просить, чтобы Господь разумил и помог нам принять то или иное решение, даже в нашей жизни, не говоря уже о жизни духовной. Следующий воскресный день праздник Святой Троицы, когда впервые мы с вами преклоним свои колена и прочитаем три коленопреклонных молитвы. С того самого времени отсчет церковного календаря будет идти по-новому. Сейчас вот идет от Пасхи, неделя первая по Пасхе, вторая, третья, седьмая, а затем уже будет идти от Пятидесятницы расчет всех наших воскресных дней, неделя первая, вторая и так далее, порой до 35-36 недели доходит и потом уже начинается подготовка к Великому посту, неделя по-другому называется. Поэтому большой праздник у нас впереди с вами грядет и ровно две недели осталось до начала Петровского, Петрового поста, Петропавловского поста, который начинается через неделю после праздника Троицы и продолжается до 12 июля праздника святых первиховных апостолов Петра и Павла. Всех причастников и причастников добираюсь принять Десятых Христовых тайн и желаю вам достойно пройти эту неделю в преддверии Великого праздника Святой Пятидесятницы. Храни вас Всего Господа. Спасибо. Спасибо Господи. Петра Петра! ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ